Меры поддержки экономики и социальной стабильности в условиях кризиса обсудили в понедельник на заседании специализированной комиссии под председательством губернатора. Ждать, что кризис отступит, не приходится. Ситуация в экономике не улучшается. Она остается стабильно напряженной, и от того, как мы будем работать в этом направлении, во многом зависятся перспективы. В первую очередь на экономике региона сказывается инвестиционный климат. Его всеми силами пытаются улучшить. Так, законодательно введены меры поддержки инвестиционной деятельности. Возмещение за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченных после 1 января 2015 года, будет осуществляться в размере 2 третьих ключевой ставки Центробанка. Напомню, что в предыдущей редакции мы считали от ставки рефинансирования. Также введены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной и научной сферах. Для некоторых видов предприятий снижены ставки налога на прибыль. Крупные производства могут рассчитывать на федеральную помощь. За 9 месяцев 2015 года предприятие ТДЛ Текстиль, Кенешемская предельная ткацкая фабрика и ХБК Шуйский СИЦ из федерального бюджета получили антикризисных субсидий на оборотные средства на сумму практически 64 миллиона 69,3,9 миллионов рублей. Достижения в сфере промышленности и торговли есть, но уж очень медленно движется дело. Долго, медленно. Законы, год и прочее, прочее. По правилам, Павел Алексеевич? Ну, ведь кризис есть кризис. Он требует быстрого решения. Ну и что кто там через год начнет действовать. Люди должны видеть и понимать, чего мы делаем в этом плане, что их ждет в будущем году, в ближайшее время. Что касается повышения бюджетной эффективности. За 9 месяцев текущего года доходы исполнены в целом на 68%, расходы на 66%. Дефицит консолидированного бюджета составил порядка 7%. По отношению к показателям 2014 года наблюдается ухудшение. В муниципалитетах ситуация еще критичней. Кредиты коммерческих банков на покрытие дефицита привлекались тремя городскими округами Иваново-Кинишма-Кохма. Общий объем привлечения коммерческих заимствований составил порядка миллиарда рублей. Общая долговая нагрузка муниципальных образований увеличилась к соответствующему периоду 2014 года на 6% и достигла 30% к объему налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований, привлекающих кредитные ресурсы. Наибольший рост долговой нагрузки с учетом привлеченных бюджетных кредитов на кассовый разрыв имеет городской округ Кохма. Это более 40% показателей в 9 месяцев 2014 года. И давал поручение, принимайте меры распределения нагрузки. А у нас с вами получается муниципалитеты, все, так сказать, в разных ситуациях находятся. И эти резервы мы еще не задействовали. Молодым семьям в рамках реализации программы обеспечения жильем из бюджетов всех уровней выделены средства в размере 123 миллионов рублей. 19 семьям в этом году уже предоставлены социальные выплаты на покупку жилья в сельской местности. А вот со строительством социально значимых объектов в регионе сложилась непростая ситуация. Для завершения социально значимых для Ивановской области объектов в 2016 году необходимо дополнительно 863,11 миллионов рублей. В настоящее время прорабатывается возможность предоставления вышеуказанных субсидий за счет федерального бюджета. Вы так пошутили? Нет, я заранее обозначил сумму, которая необходима для того, чтобы нам завершить уже строящийся объект. Какие уж тут шутки. Ситуация крайне серьезная во всех сферах. Так что у антикризисной комиссии еще масса работы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.